Всяка душа оживится и чистотою возвышается, светляется тройческим единством священного тайны, священного тайны. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Я приветствую вас в программе «Мир православия». И снова мы будем говорить о наших святых угодниках. И сегодня хотелось бы в этой программе поговорить еще о двух новомучниках. Первым, о ком я расскажу, это священник Сергий Родаковский. Он родился в 1882 году в городе Житковичи. И, происходя из семьи священника, закончил Минскую духовную семинарию по первому разряду, то есть одним из лучших учеников. Он сразу же после окончания семинария принимает священный сан и отправляется на служение в Свято-Успенский храм в деревне Лавришево. Это современный Новогрудский район. Лавришево известно еще своим монастырем. Именно там в древности существовал Лавришевский монастырь, основанный преподобным Ересеем Лавришевским. И находился он недалеко от этого храма. Здесь отец Сергий служит в течение десяти лет. С началом Первой мировой войны его эвакуируют в город Переославль. Но он не оставляет священническое служение, а служит священником при санитарном поезде. В 1916-1917 годах отец Сергий вообще назначается полковым священником. То есть он в эти сложные годы Первой мировой войны проходит свое священническое служение в очень тяжелых условиях военного времени. И надо сказать, что свои обязанности он всегда выполнял очень честно и добросовестно. После большевистского переворота в 1917 году он возвращается в Минск, где назначается в церковь в деревне Таль, Бобруйского уезда, Минской области. И вот здесь проходит вся его остальная священническая деятельность. Особенно напряженной она была в 20-е годы. Потому что это годы гонения на церковь, на священнослужителей. И отцу Сергию приходилось очень ревностно заботиться о том, чтобы храм в деревне Таль не закрыли. Он всячески боролся за это и находил средства всегда выплатить непомерные налоги, которые власть все увеличила, пытаясь тем самым закрыть храм для посещения людей. Но с Божьей помощью и с помощью людей, которые откликались на горячие призывы отца Сергия, храм не был закрыт. И тогда власти арестовали отца Сергия и направили его на 6 месяцев принудительных работ на лесозаготовки. Здесь однажды в беседе с другими такими же заключенными отец Сергий сказал такие слова. Почему власть накладывает такие непомерные налоги только на священников, не на представителей других каких-то конфессий, допустим, раввинов. И надо сказать, что в следующий раз, когда его уже арестовали, эту фразу ему припомнили. То есть среди тех людей, кто отбывал наказание, находились и те, кто потом доносил, ну, может быть, тем в себе, облегчая участь заключенного, зарабатывая какие-то очки у властей. А может быть, под принуждением властей, пытаясь оговорить другого человека, он тем самым зарабатывал себе свободу. Но, тем не менее, вот это доносничество, конечно, было распространено в то время. И часто люди, не выдерживая каких-то испытаний, оговаривали других людей. После шести месяцев заключения отец Сергий вернулся к своему священническому служению. Но служить-то он служил, храм еще не закрыли. А вот дом у священника с семьей конфисковали. И отец Сергий вынужден был со своей семьей ходить по людям. И у них арендовать, снимать жильем, ну, по очереди, чтобы каким-то образом прожить. Таким образом, он очень в этом подражал самому Господу Иисусу Христу. Ведь Господь в Евангелии говорил о том, что лисицы имеют норы, птицы – небесные гнезда, а сын человеческий не имеет, где преклонить голову. Вот так и священник, его последователь, тоже не имел, где преклонить голову. В 1930 году отца Сергия снова арестовали. И снова начинается тяжелое время допросов и попытки вынудить у него признание в антисоветской деятельности. Вину отцу Сергию вменялось то, что в деревне Таль усилились верования людей. Почему это происходило? Отец Сергий говорил о том, что эти верования усилились потому, что к тому времени люди видели в священнике мученика. Надо сказать, что действительно он очень мужественно проходил все эти испытания. И люди, видя, что он не отрекается от сана, а наоборот старается еще более ревностно служить Господу, конечно же, и сами становились ревностными христианами, не боясь уже гонений и преследований. Допустим, отцу Сергию вспомнили не только ту фразу, которую он сказал на Лесоповале, но и другую фразу, которую он сказал на погребении старосты церкви, который умер вскоре после заключения. Он, священник, сказал тогда, что женщинам, которые плакали, родным, не плачьте, миленькие, он пострадал за Христа. И, конечно же, такие фразы тогда власти использовали для клеветы и для суда над священнослужителями. А еще отцу Сергию меняли нелепые слухи о том, что он якобы ожидал приезда в деревню Таль папы Римского. Но на самом деле сами власти через своих провокаторов распространяли эти слухи, чтобы потом обвинить в этом священнослужителя. И когда отцу Сергию сказали о том, распространяли ли были такие слухи, он сказал, что, конечно же, нет. Я слышал эти слухи, но только смеялся над этим. Какой папа римский сейчас может приехать в деревню Таль? Это просто смешно и нелепо. Не найдя никаких обвинений против достойного священника, власти, тем не менее, приговорили к его расстрелу. И расстрел произошел в 1933 году. А уже в 1999 году отец Сергий Родоковский был причислен к лику святых новомучеников и исповедников Церкви Белорусской. И еще о жизни одного новомученика, отца Петра Грудинского, Иерея, который тоже оказался очень достойным священником. Надо сказать, что в отличие от других священнослужителей, будущий отец Петр происходил не из священнического сословия. Он родился в обычной крестьянской семье у крестьянина Феофила Грудинского. Закончил городское училище и после этого работал одно время в волосном управлении, а затем в страховой компании. И за его активную жизненную позицию он был избран от крестьян во Вторую Государственную Думу. То есть мы видим, что действительно этот человек был очень достойным, несмотря на то, что происходил из самых низов, из крестьянства. В 1921 году, когда уже вовсю шли гонения на православную церковь, закрывались храмы, убивались священники, Петр Феофилович Грудинский принимает священный сан. И епископ направляет его в село Тимковичи, в Абруйского уезда Минской области, где и проходит все свое священническое служение отец Петр до самого ареста и смерти. Отец Петр снискал большое уважение и любовь своих прихожан. Настолько был он ревностным священнослужителем. И надо сказать, что действительно вот эта его ревность, наверное, и послужила тем, что его власти сразу же взяли на заметку. Отец Петр много трудился для того, чтобы вера в сердцах людей не угасла, чтобы они не боялись гонений. И поэтому в 30-е годы, когда его арестовывают в Тимковичах, безбожники собирают целое собрание и постановляют на этом собрании о том, что нужно не только арестовать, но и расстрелять кулаков крестьян из села Тимковичи и попа Грудинского за то, что они отвращают якобы людей от благих деяний советской власти. Ну, конечно же, такие собрания проходили по определенным сценариям, и люди порой, ну, наверное, просто даже не думали, что они голосуют за смерть довольно достойных людей. И те же самые и кулаки, и священники, конечно же, они не были врагами ни этой власти, ни каких-то ее деяний. Они были зачастую честными тружениками, каждый на своей ниве. И кулаки достойно трудились, и священники проповедовали Слово Божие. Но, тем не менее, таковы были условия, такая была тогда именно ситуация, что многие люди просто вот малодушно и даже не думая поднимали руки на этих собраниях, лишь бы скорее просто от этого отделаться. А на самом деле, конечно, за такими голосованиями часто стояла жизнь человека. Отца Петра посадили в тюрьму, в Слуцк. Начались допросы, следствия. Его обвиняли в том, что он якобы проводил антисоветскую агитацию среди бывших чиновников, говоря им о том, что советская власть, конечно же, не является такой достойной властью и творит много беззаконий. На что отец Петр всегда отказывался. Он не признавал этих абсурдных обвинений. Надо сказать, что в тюрьме его ожидало еще одно очень серьезное испытание. Дело в том, что в это время его супруга Ирина написала ему письмо, в котором просила его отказаться от священного сана. Это просто очень поразительная переписка между священником и его супругой. В одной из программ мы говорили про такую же ситуацию в семье отца Валериана Новицкого. Тогда супруга поддержала своего мужа, священника, и сказала, что ни в коем случае не отрекайся от сана. Мы с детьми как-нибудь проживем с Божьей помощью. А здесь совсем другая ситуация. Вот что пишет супруга отцу Петру. «Прошу тебя, если ты жалеешь меня, откажись от своих ничего никому не дающих убеждений. Я тебя неоднократно просила об этом и раньше. За эти восемь лет вспомни, сколько чуть ли не ежедневно было скандалов между нами на почве религии. Для тебя я кривила душой, надевала маску в силу привязанности к тебе. Теперь же нет уже мочи. Я устала терпеть из-за того, во что не верю. И я в последний раз спрашиваю тебя, кого ты предпочитаешь? Меня ли существующую, своей, как ты говоришь, идее? Если согласишься со мной, я поеду с тобой хоть на край света, не боясь нужды. Но при мысли продолжать быть попадьей, я вся содрогаюсь. Не могу. Ответь мне, как быть?» И вот отец Петр пишет следующее письмо своей супруге. «Дорогая Ирочка, твое письмо поразило меня более ареста. И только сознание того, что оно продиктовано горем и нуждою, несколько успокоило меня. Вот уже скоро 24 года, как мы живем вместе, и ты, родная, имела возможность убедиться, что я всегда старался быть честным и справедливым, что я никогда на сделки со своей совестью не шел. Ты хорошо знаешь, что я врагом советской власти никогда не был и преступником себя ни в какой мере не считаю. Посему особенно беспокоиться нечего. Если же судьбе угодно послать мне испытание, то понести его так или иначе необходимо. Я никогда не связывал своей совести. Зачем же ты, пользуясь бедственными обстоятельствами, толкаешь меня на бесчестный поступок, зная мою религиозность не притворную, а внутреннюю? Отречься от веры во Христа, который составляет смысл всей моей жизни, от которого я видел столько благодеяний, и оставить его в то время, когда я приближаюсь к могиле, я не могу и не сделаю этого даже ради тебя, который всегда любил и люблю. Дорогая моя, возьми себя в руки и не давай ходу черным мыслям. Пришли мне гребень, он в теплом подряснике. Сам я здоров, чувствую себя хорошо и только часто думаю про тебя, что тебе так трудно, крепко обнимаю тебя, целую и молюсь, чтобы Господь подкрепил тебя, сохранил от зла. Вот такая удивительная переписка, и мы видим, насколько действительно честным, богобоязненным, благодарным Богу был отец Петр. Он выдержал и это испытание. Можно вспомнить параллель из книги Иова, когда Иов лишился детей своего имущества, своего здоровья, и супруга сказала ему тогда, что же ты мучаешься, скажи какое-нибудь слово на Бога, похоли Бога, и лучше умри, чем принимать такие мучения. Но он сказал, неужели я добрые, которые принимают Бога, буду принимать, а зло я не приму от рук Господних. Как Богу угодно, так пусть и будет. Вот так же поступил и отец Петр. Не знаю, как дальше сложилась судьба его супруги, осталась ли она верующим человеком или нет, но отец Петр остался верным Христу до конца своей жизни. В 1930 году власти вынесли ему смертный приговор и расстреляли. А в 1999 году достойный священнослужитель был причислен к лику святых новомучеников и исповедников Церкви Белорусской. Вот таких два примера истинной веры, ревности мучеников за Христа мы сегодня с вами увидели в этих житиях священно-мученика Сергия Гордаковского и Иерея Петра Грудинского. На этом я с вами прощаюсь, дорогие братья и сестры. Пусть Божье благословение пребывает со всеми вами. Всякая душа оживится и чистотою возвышается, светлется Тройческим единством священно тайны, священно тайны. Субтитры создавал DimaTorzok